Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписаны, рекомендуем подписаться. Ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересной, а главное полезной информации о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля. В том числе и обзора на машины в разных форматах, как тест-драйвы, так и обзора технического плана, где мы разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Автомобиль, про который мы хотим вам рассказать в сегодняшнем обзоре, довольно редкая пока еще у нас машина. Однако популярность этой модели стремительно растет. Если ваша задача купить для себя надежный, неприхотливый семейный кроссовер, то, скорее всего, эту машину вы так или иначе будете рассматривать к покупке, если, в принципе, рассматриваете варианты с правым рулем. Чтобы решиться на покупку, нужно полное понимание того, что представляет собой та или иная машина. И надеемся, после сегодняшнего обзора подобное понимание у вас появится. Встречайте, Honda CR-V гибрид, кузов RT-6. Honda CR-V или CR-V, как привычнее нашему уху, появилась в 2016 году. Но это касается версий с левым расположением рулевого управления. Праворульные машины дебютировали, как это ни странно, у себя на родине гораздо позже, в 2018. И в сегодняшнем обзоре мы будем говорить как раз-таки про японский автомобиль. У себя на родине эту машину вы могли купить с двумя вариантами силовой установки. Здесь были обычные бензиновые моторы объемом 1,5 литра на 193 лошадиные силы, а также гибридная версия, как в нашем случае. Под капотом таких автомобилей двухлитровый атмосферный двигатель, работающий по циклу Аткинсона, который выдает 145 лошадиных сил, плюс электромоторы. Суммарная мощность всей гибридной установки – это около 215 лошадиных сил и порядка 315 ньютонометров крутящего момента. Гибридные машины также имели выбор по типу привода – передний либо полный. Также эти автомобили могли выпускаться и в семиместной спецификации. Наш сегодняшний экземпляр – это гибрид полноприводный, 2018 года выпуска с пробегом 35 тысяч километров по Японии. При первом взгляде со стороны становится понятно, что Honda CR-V 5-го поколения машина немаленькая. Габаритные размеры. Длина кузова – 4 метра 60 сантиметров. Ширина – 1,85 метра, а высота – 1,69 метра. Значение клиренса автомобиля по каталогу для гибридной версии – это 200 миллиметров. Но к расстоянию между поверхностью земли и нижними точками, например, бамперов, мы еще вернемся далее. Колесная база – 2,66 метра – это вполне достойный показатель. Радиус разворота – 5,5 метров. Ну а вес автомобиля, опять же, в гибридной версии – это порядка 1700 килограмм, что не является такой уж запредельной цифрой для автомобилей данного класса. Что касается качества и толщины лакокрасочного покрытия, а также его сопротивляемости к коррозии. Автомобили еще достаточно свежие, статистики как таковой по ним нет, да и погнить, по большому счету, эти машины еще не успели и вряд ли успеют это сделать в ближайшие годы. Поэтому при осмотре подобного автомобиля все же уделяйте внимание скорее целостности кузова. Постарайтесь не купить себе подобную машину со следами восстановления после серьезной аварии. По качеству лакокрасочного покрытия к машинам, приезжающим из Японии, также, как правило, вопросов нет. Зачастую даже отмеченные на аукционном листе сколы приходится выискивать чуть ли не с увеличительным стеклом. Ну а толщина краски для этой генерации Хонды ЦРВ это стандартные 90-140 микрон. Если этот показатель существенно отличается, или по некоторым кузовным элементам присутствует очень значительный разброс, отличающийся от этих параметров, внимательно изучайте соответствующий кузовной элемент на предмет вторичного окраса. Ну а обзор автомобиля внутри по традиции начнем с багажного отделения. Доступ куда нам открывает достаточно ощутимо увесистая крышка багажника. По каталогу объем багажного отделения при поднятых спинках задних сидений это 1110 литров, а при сложенных более 2100 литров. На практике, если говорить про габаритные размеры, то картина будет выглядеть следующим образом. Ширина проема пятой двери у Хонды ЦРВ пятого поколения это порядка 107 сантиметров, примерно посредине к низу, до начала заужины части. Длина полезного пространства по полу багажника это около 94 сантиметров. Ну а ширина в широкой части это порядка 130. Расстояние между колесными арками в данном случае около 103 сантиметров. Если же вам нужно перевести что-то более габаритное, погрузить больше, то вы можете сложить спинки задних сидений. Причем в данном поколении ЦРВ все это делается достаточно легко и быстро при помощи удобных рукояток багажники. В этом случае длина погрузочной площадки до спинок передних сидений составит порядка метра 80 сантиметров. Ну а если укладывать что-то по длине прямо до передней панели, то вы можете увести нечто длиной до 2 метров 50 сантиметров. Естественно, возможны варианты в случае, если вы будете складывать длинный груз наискось. Что касается каких-то дополнительных удобств по багажнику, в данном случае это два плафона освещения по бокам, уже упомянутые ручки складывания передних сидений, удобный карман по правой стороне, есть петля для фиксации груза с одного и с другого края багажного отделения, а также 12-вольтовая розетка с левой стороны внизу. Что касается пространства под фальшполом, то в гибридной версии у нас есть только небольшая ниша, где, собственно, размещается штатный инструмент, то есть домкрат, баллонник, вороток к домкрату, есть отвертка, внизу хранится баллон с герметиком и компрессор для накачки колеса, то есть ремнабор. Никакой докатки в данном случае не предусмотрено. Ну а теперь посмотрим, что происходит в салоне 5-го ЦРВ. На самом деле, первое, на что обращаешь внимание, попадая сюда, это то, насколько кардинально изменилось окружение по сравнению с машиной предыдущего поколения, интерьер которой был хоть и практичен, но визуально довольно бесхитростен. В этом же случае интерьер стал взрослее и как будто чуть-чуть премиальнее. Работают на это как разного рода текстуры на пластике отделки приборной панели, так и, например, отделка под дерево. Выглядит невульгарно и довольно симпатично. По части эргономики и пространства здесь все в полном порядке. При росте 1,86 м мне удалось достаточно быстро подобрать за рулем удобную для себя посадку. Рулевое колесо, в данном случае, кстати, имеет кожаную отделку, причем очень приятную на ощупь и совершенно не скользкую. Регулировка, хотя и механическая, но при этом имеет достаточно широкий диапазон. То же самое можно сказать и про диапазоны регулировки кресла. Причем в данном случае, несмотря на тканевый салон, сидение у нас электрифицировано. И если отодвинуться максимально назад, опустившись вниз, то моя левая нога выпрямляется в колене полностью. Так что за рулем этого автомобиля удобную посадку подберет для себя практически любой водитель. Что касается запаса места над головой, например, то его здесь на самом деле достаточно. При том, что регулировка сидения в данном случае выставлена где-то в срединное положение. Сидеть удобно в том числе и потому, что левый и правый локоть в данном случае имеют удобную опору. С левой стороны у нас подлокотник, обтянутый довольно интересным материалом. На вид это кожа, но на ощупь это тканевая обивка. И подлокотник на правой дверной карте, который также под локтем отделан тканью. По части эргономики никаких особых изысков здесь нет. Все стандартно. Блок управления регулировкой зеркал и складыванием. Блок стеклоподъемников. На дверной карте сбоку у нас есть кнопочки управления памятью сидения на два положения. С правой стороны кнопка запуска двигателя, вернее в данном случае включения автомобиля. Кнопки активации системы активной безопасности, контроль полосы и дистанции, система стабилизации, подогрев зоны дворников и парктроники. На рулевом колесе справа блок клавиш управления круиз-контролем, который в данном случае имеет радар, позволяющий регулировать дистанцию до впереди едущего автомобиля, что конечно удобно при движении по трассе. А также контроль движения в полосе. Но в данном случае это уже автоматическое удержание. Ну и с левой стороны клавиша управления подключенным по Bluetooth протоколу телефоном, а также клавиша управления самой мультимедийной системой. Все это на самом деле под рукой, довольно удобно. Единственное, что достаточно странно размещена, здесь клавиша регулировки громкости. Логичнее было бы сместить ее все же ближе к левому краю, чем тянуться к ней каждый раз пальцем. Что касается центральной консоли, форма здесь довольно оригинальная. Блок климата навевает какие-то ассоциации с прочими моделями Хонды. Климат, конечно, двухзонный. Левая и правая стороны регулируются отдельно, причем удобными поворотными ручками. Присутствует подогрев передних сидений на три положения. Есть достаточно удобный, информативный, хотя и небольшого размера дисплей. И подогрев боковых зеркал, которые по хондовской традиции активируются принудительно, вместе с включением обогрева заднего стекла. Оригинальной деталью гибридного исполнения будет селектор управления режимами движения. Коробки передач, скажем так, и возьмем это слово в кавычки. В данном случае режимы движения у нас переключаются отдельными клавишами. Достаточно непривычно в данном случае то, что если клавиши Drive, Neutral и Парковка – это обычные кнопки, то задний ход почему-то включается перевернутой клавишей, которую приходится подтягивать пальцем к себе. Когда вы первый раз оказываетесь за рулем этого автомобиля, возможно, придется некоторое время попривыкать к режимам переключения трансмиссии. С левой стороны режимы движения – это режим движения на электротяге, экономичный либо спортивный. И с правой стороны клавиша электронного стояночного тормоза, а также клавиша активации функции удержания автомобиля на месте. То есть при отпускании педали тормоза машина с места не трогается, пока вы не нажмете на газ. Сейчас функция, на первый взгляд, вроде не такая уж и нужная, но на самом деле удобная. К ней быстро привыкаешь, особенно в условиях движения в пробках мегаполиса, и потом уже без нее становится, скажем так, не очень уютно. Что касается каких-либо ниш для хранения, то в данном случае у нас вся центральная консоль посредине – это, по сути, один сплошной карман, разделенный на несколько отсеков. Есть небольшой отсек по передней части, где, кстати, присутствует еще одна розетка для подзарядки чего бы то ни было, два подстаканника, большой центральный бокс, он довольно-таки глубокий, и здесь есть еще и сдвижной вставыш в форме уголка, куда можно что-то положить сверху, ну, либо двигать его для того, чтобы похозяйничать внутри самого бокса. Бардачок же здесь один-единственный по объему, он небольшой, но, в принципе, стандартный набор документации в фирменной сумочке сюда помещается. По низу дверных карт здесь также присутствуют карманы, они довольно-таки узкие, но отформованы так, что можно поставить сюда ту же самую полулитровую бутылочку, ну, либо накидать какой-то мелочевки. Тем, кто ездил на Хондах ЦРВ третьего и четвертого поколения, также будет приятно видеть, что на пятом присутствует все то же сферическое зеркало в подочечнике, которое можно зафиксировать и таким образом наблюдать, например, за находящимися на заднем сидении детьми, не отвлекаясь от дороги. Что касается обзорности с места водителя, если сравнивать пятое поколение Хонды ЦРВ, например, с третьим, то, конечно, узкие стекла в данном случае вносят свою лепту. Не сказать, что обзорность здесь какая-то уж очень затрудненная, на самом деле, ввиду того, что наружные зеркала с системой сигнализации мертвых зон здесь все-таки довольно большие по площади и очень информативные, но само лобовое стекло, хоть и находится далеко от вас, при этом достаточно узкое. Ну, а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем сидении. Что касается пространства на заднем диване, попадая сюда, в первую очередь обращаешь внимание на то, что посадка тут достаточно вертикальная, но при этом довольно удобная. Само сидение здесь плоское, никакой формы под двух пассажиров здесь нет и в помине, причем ширина его достаточная для того, чтобы три взрослых человека разместилось здесь, пусть и не с суперпростором, но достаточно сносно. В средней части заднего сидения есть широкий удобный подлокотник с двумя подстаканниками, а у задних пассажиров есть свои собственные дефлекторы вентиляции и две розетки USB для подзарядки мобильных устройств. На дверных картах справа также есть отделанные тканью подлокотники и примерно та же картина с местами для хранения, как и в передних дверях. Узкие ниши, только гораздо более короткие и под бутыльники. Под правой рукой здесь также удобный отделанный тканью подлокотник, но по части мест для хранения картина похожа на передние двери. Внизу дверных карт есть довольно узкие ниши для хранения, правда гораздо более короткие, чем на передних дверях, само собой, и подстаканники, куда можно поставить либо небольшой стакан, либо банку с напитком, либо полулитровую бутылочку. Из дополнительных удобств это небольшие крючки для одежды на передних стойках, два плафона освещения, точечных и довольно-таки маленьких, непривычно маленьких, крепления изофикс для заднего сидения, и в нашем случае заднее сидение, кстати, по наклону не регулируется, то есть это единственный вариант. В более старших комплектациях Honda CR-V, конечно, можно получить в том числе и кожаный салон, и подогревы для задних пассажиров, но в нашей версии этой роскоши нет. Если говорить про силовые установки под капотом CR-V пятого поколения для японского рынка, то здесь выбор сводился к двум вариантам. Обычный бензиновый автомобиль имел в подкапотном пространстве полуторалитровый рядный четырехцилиндровый турбомотор маркировкой L15B. Этот двигатель имеет непосредственный впрыск топлива и мощность в 193 лошадиные силы. Сочетается он только с вариаторной трансмиссией, передним либо полным приводом. L15B это тот самый двигатель, который устанавливается, например, под капот Honda Stepwagon в кузове RP, правда на микроавтобусах он выдает несколько меньшую мощность, около 150 лошадей. Достаточно свежий двигатель пока не отметился какими-либо неприятными особенностями. Привод ГРМ на этом моторе цепной и каких-либо манипуляций с цепью предпринимать не придется до больших пробегов, по крайней мере до 250-300 тысяч точно, а может быть еще и дальше. Единственное, про что следует помнить, это то, что турбированный бензиновый двигатель, современный, следует заправлять исключительно качественным топливом. В противном случае есть риск попасть на, например, замену форсунок, которые стоят пока еще достаточно недешево. В остальном бензиновые ЦРВ это достаточно шустрый и экономичный агрегат. Но в нашем случае подкапотное пространство поинтереснее. Здесь расположен уже двухлитровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 145 лошадиных сил. Цепной, рядный, четырехцилиндровый. Его маркировка LFB. Двигатель сделан специально для работы в составе гибридной установки. Работает он, соответственно, по циклу Аткинсона. И гибридность в этом поколении Хонды ЦРВ это уже не та схема, которая применялась на старых Фридах, либо Фитшаттлах. И не та схема, которая применялась на, например, Хонде Везел или Хонде Шаттл. Здесь нет ни вариатора, ни роботизированной коробки передач. По большему счету, эта схема очень напоминает таковую на Тойоте Приус. Вместо коробки передач в данном случае у нас планетарный редуктор и два электромотора. Первый электромотор работает в качестве генератора для зарядки батареи, а также может использоваться в последовательной схеме включения для питания тягового электродвигателя. Второй электродвигатель, он же тяговый, работает на движении автомобиля на небольших скоростях, а также непосредственно в качестве генератора, но уже при торможении, когда используется рекуперация для подзарядки батареи. Система, используемая в гибриде Хонда ЦРВ, самой компанией именовалась изначально Intelligent Multi-Mode Drive, то есть интеллектуальный мультирежимный привод. В зависимости от режима движения, эта силовая установка работает в одной из трех конфигураций. Чисто электрический режим. В режиме движения от 30 до 80 км в час гибрид работает в так называемой последовательной схеме. То есть у нас запущен бензиновый двигатель, который крутит первый электромотор-генератор, который заряжает батарею и питает тяговый электродвигатель. Ну и ключевое отличие гибрида от Хонды, на трассовых скоростях при прямолинейном движении этот автомобиль выключает из работы электродвигатели, по сути их обходя. Дело в том, что в трансмиссии Хонды ЦРВ установлена так называемая муфта прямого включения. В трассовом режиме движения эта муфта замыкается, соединяя двигатель и колеса напрямую. Если упрощенно представить всю систему в виде коробки передач, то первая скорость у вас чисто электрическая, со второй по, скажем, четвертую либо пятую передачу машина использует комбинацию из бензинового и электромотора, и самая высшая повышающая передача шестая, ну либо пятая, кому как больше нравится, это езда чисто на бензиновом двигателе. Помощь к которому может подключаться электромотор при наличии достаточного уровня заряда батареи, например, для резкого ускорения при обгоне, когда это понадобится. Суммарная отдача всей бензоэлектрической силовой установки в данном случае – это порядка 215 лошадиных сил и свыше 300 ньютонометров крутящего момента, что уже существеннее. Что касается расхода топлива на этих автомобилях, то меньше всего бензина эта машина будет тратить как раз-таки в пробочном городском цикле, где расход может опускаться до 5-6 литров на 100 километров пути. Усредненный городской – 6-7. Ну а на трассе при движении на скорости свыше 140 км в час машина будет расходовать столько же топлива, сколько бы ел обычный бензиновый двухлитровный безнаддувный автомобиль – порядка 9 литров на 100 км пробега. В составе данной гибридной схемы, кстати говоря, уже используется инвертор. Но зато двигатель, адаптированный для работы в гибриде, уже не имеет навесного оборудования и приводного ремня, что положительным образом сказывается на надежности всей системы. В целом же, если говорить про ресурс каких-либо нареканий к бензиноэлектрической части этого автомобиля, пока на данный момент, по сути-то, нет. И если делать выводы на основе опыта, полученного на примере Хонт предыдущего поколения, то и не будет. Есть все основания полагать, что ЦРВ пятой генерации продолжит нести лавры очень надежного и неубиваемого автомобиля. Нет. И перед тем, как заглянуть на автомобиль снизу, мы посмотрим, что происходит с дорожным просветом. Каталожное значение минимальной величины дорожного просвета для гибридной версии – это 200 мм. Но нас больше интересуют крайние цифры. Под передним бампером, если говорить про самую низкую точку, а именно брызговичок, это те самые 20 см ровно. При этом передняя кромка бампера находится выше порядка 22 см. Так что к любым поребрикам вы можете подъезжать абсолютно смело и парковаться до характерного тычка колесом. За передним колесом расстояние до порога – это около 26 см. В задней части до пластикового брызговика – около 21 см. До края порога уже 28 см. И кромка заднего бампера отстоит от поверхности земли на более чем 30 см. Но помнить следует про висящую чуть ниже банку глушителя и буксировочную петлю. Проблем с парковкой, либо преодолением слегка пересеченной местности у владельцев этого автомобиля возникать вообще не должно. Ну а теперь давайте посмотрим, что происходит снизу. Подвеска у Honda CR-V этой генерации достаточно хорошо сбалансирована по соотношению комфорт-управляемость. Машина не жесткая, не тряская, но при этом хорошо стоит на дороге. Что в принципе и можно назвать некой золотой серединой. По схеме своего устройства подвеска на этом CR-V – это Макферсон спереди и многорычажка сзади. Причем, если посмотреть на сами элементы подвески, то можно отметить, что здесь такие вещи, как, например, сайлентблоки задних рычагов, достаточно внушительного размера. Можно предполагать, что и ходить они будут очень и очень долго. Нижние шаровые опоры передних рычагов в данном случае имеют болтовое соединение. То есть, менять рычаг при необходимости поменять шаровую опору вам не придется. И за это компании Honda в данном случае огромный жирный плюсик. Рулевое управление в данном случае, естественно, электрическое. И, как показала практика использования CR-V в предыдущих кузовах, каких-либо проблем по ходовой части и по части рулевой рейки вам вряд ли стоит ожидать на пробегах до 200 тысяч километров точно. Обращает на себя внимание и еще один интересный момент. Если на полноприводных Lexus гибридах наподобие RX 400 или RX 450h компания Toyota использует отдельный электромотор для привода задней оси, то в данном случае на выдовой CR-V гибриде Honda применила все ту же карданную передачу. Что однозначно дает данному автомобилю преимущество в сложных дорожных условиях по сравнению с тем же гибридным RX. Что касается задней подвески, в данном случае у нас многорычажка. Рычагов здесь три, соответственно, при покупке и осмотре автомобиля, особенно если пробег будет большой, конечно, нужно обратить внимание на целостность всего этого хозяйства. Поскольку, в случае чего, менять здесь нужно много. Но, опять же, как показывает практика эксплуатации Honda CR-V предыдущего поколения, на пробегах до 200 тысяч, скорее всего, никому не придется сюда залазить. И есть вероятность, что даже к большим пробегам менять в подвеске этого автомобиля вы будете разве что компоненты стабилизатора поперечной устойчивости. Стойки, либо втулки. Ну и в том, что касается общего состояния автомобиля снизу, это Honda CR-V очень хороший пример того, как выглядит автомобиль без пробега по России. Машина в данном случае не то, что не имеет какого-то ржавого налета на днище или порогах, но даже развальные болты в данном случае не подернуты элементарным налетом. На этом наш обзор подходит к концу. Именно таким мы сегодня увидели автомобиль Honda CR-V гибрид 2018 года, полноприводный, в кузове RT-6. Если же у вас есть подобная машина, вы проехали на ней достаточное количество километров, и вам есть чем нас дополнить и чем нас поправить, не забывайте указывать это в комментариях, поскольку людям, которые задумались о приобретении подобного авто, именно ваш комментарий может помочь сделать правильный выбор. Ну а если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который был сегодня на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту выхода видео, машина все еще будет находиться в продаже. У нас в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую вас информацию по машине вы можете уточнить, воспользовавшись контактными данными в описании под видео. Пишите, звоните. Спасибо вам за то, что смотрите нас. Оставайтесь с нами. До новых встреч на канале. Пока.